Всем доброго вечера! 14 мая 2020 года. Вчера, 13 мая, день абсолютно праздничный для волейбола в Республике Тарстан, в Казани, да и, наверное, в целом в России. 20-летие волейбольного клуба «Зенит Казань». Ну и сегодня вместе с вами в условиях коронавируса, который всем нам уже надоел, мы с вами отметим такой дружеской кампанией день рождения любимого многими клуба. 20 лет казанскому «Зениту», 33 выигранных трофея. Это далеко не предел, но, согласитесь, вполне себе скорость. Больше, чем полтора трофея за год вполне себе ничего. Поэтому находимся мы в ожидании. Ну и первый наш гость... Нет, какой первый? Здесь сразу все и вся. Мужчины, добрый вечер. Господи ты, боже мой! Здорово, Валер! Здорово! Сколько лет, сколько, Зим? Да, давно. Давно не слышал. Валерич с тобой, конечно, очень давно не видел. Вроде бы совсем. Сэн, а ты знаешь, что у тебя имя в трансляции Александр Губс? Сергей Юрьевич, здравствуйте! Сергей Юрьевич с нами! Здорово! 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 Здорово, Сергей Юрьевич! По сути, остался у нас один Игорь Юрьевич Шулепов, который чуть попозже присоединится к нам. Давайте, как у вас дела? Всех поздравляем с юбилеем Казанского «Зенита». Здорово! Хлопать будем? Пожалуйста! Как дела у вас? У каждого? У каждого? Отлично! Шикарно просто дела! А вы получились говорить все вместе? Давайте все вместе будем говорить, посмотрим, как это балаган устроим. Как ты любишь, Артем! Конечно! Нормальная характеристика. Отлично, дела все отдыхаем, готовимся. На самом деле соскучились. Я не знаю, как остальные, но я очень соскучился по движухе. Единственное, которое соревнование сейчас получается, это когда делаешь тренировки, вот по часам соревнуешься с кем-то, и это дает какой-то стимул. Если один день ленишься, приходят уведомления, кто-то потренировался, и сразу же хочется пойти и включиться. Не хватает, конечно, немножко азарта в отпуске. Господи! Сергей Юрьевич, а у вас есть такие часы? Тема, часы-то у меня есть. Мне вот приятно сегодня наблюдать всех, особенно Вольвича, конечно. Работяга, тот еще в кавычках, да, конечно. Юрий Юрьевич, хорошо выглядит. Саня, спасибо, Саня. Вот здесь все кандидаты сборной сидят, мне всегда приятно, все поддерживают. Саня профессионал, Макс профессионал, это вообще... Насчет Вольвича есть сомнения небольшие, конечно. Ну, шучу, конечно, шучу. Конечно, нет, блядь. Я его вчера проконтролировал, Сергей Юрьевич. Да, все нормально? Сергей, все нормально. Здорово. Привет, Федя, Федя. Ты что, пацаны? Ты в Казани, Федя, ты уехал? Да, 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 я в Казани. Ой, Леха, ой, Леха. Нифига, Леха, ой, Леха. Это кто? Парикмахерские открыли в Казани, Леха. Лех, Лех, ну давай, расскажи, как ты проводишь время? Лех, я вообще потерял тебя на два месяца. Это только началось. Отлично, у нас, в общем, остался, да, один Игорь Юрьевич Шкулепов, который к нам присоединится чуть позже. Ну, давайте поочередно пробежимся, кто чем занимается в период карантина, кто что делает, тренируетесь ли, кто-то с детьми, как изю мы знаем, тренируется, да, кто-то гуляет, ну и послабление режима, наконец-то, есть, можно выходить, но кто будет обязательно. Ну, ты, это, особый режим никакой. С утра встаешь, у тебя какая-то тренировка есть максимум на час, и все, и больше ничего не делаешь. Ну, собственно говоря, потренировался, поел, пошел, поделал какие-то свои дела, я не знаю, книжку почитал, полежал, поиграл, книжку почитал, полежал, поиграл, все, ночь. И так уже на протяжении полутора месяца, все. Я, когда началась эта вся пандемия, я уехал в загород, вот, месяц, жил за городом, там, некоторые работы, в плане помогал. За городом или за... Жил у товарища, да. Или за городом. За городом, да. Жил за городом. Вот, и все, и так же, нагрузочки всякие, у него там была небольшая штанга есть, там, пару резиночек, гантельки, эти упражнения там с отжиманиями, со всеми, спина, так же с утра работаем в тренажерке, потом так, так же. Слушай, а здесь есть детектор лжи в этой программе? Да потом по лицу определяется. Вам вообще Николаевич кому-нибудь присылал в расписании тренировок, нет? Сергей Николаевич звонил. В расписании нет, мне звонил, да. Он звонил, спрашивал вообще, в общем, как дела, что вроде как планируют возобновить тренировки на улице в ближайшее время, но, видимо, что-то пошло не так пока, поэтому ждем, сказали, 15-го числа, да, насколько я знаю. Все просто рассказали, что они слишком активно тренируются и товарищи. Да, да, да. Все каждый день в Инстаграме вот эти фотки постят, как они там в пресс там качают, вот эту планку стоят. Это только готовят. Вообще, я смотрю, думаю, господи, это что вообще такое происходит? Да, и только мы с Волей чем смешные видосики перекидываем друг к другу, да. Ну да, действительно, на самом деле сказали, что в Татарстане вроде бы вот уже через несколько дней начнутся тренировки для спортсменов и профессиональных команд, так что кто в Казани, будьте готовы. Вполне возможно. Сергей Юрьевич, как у вас там в Белгороде дела, общая обстановка и сами как поддерживаете форму? Ну, на самом деле, обстановка у нас такая, я так понимаю, что в лайт-режиме у нас в городе проходит. У нас с самого начала практически все работало в городе, кроме крупных торговых центров. Вот со вчерашнего дня, по-моему, с позавчерашнего дня уже все крупные торговые центры начали работать. Вот. Но я живу, как Федя говорит, за городом или за городом, да. И у меня тоже есть дом тут. Волюч. Хороший день. А так гораздо лучше, да. Хорошо, хорошо. И, Сергей Юрьевич, извините, продолжайте. Да, поэтому занимаюсь хозяйством, оказывается, много чего можно делать руками. Вот, кроме волейбола. Можно гвоздь прибить, там что-то попилить. А скотина есть, Сергей Юрьевич? Не-не-не. Скотина имеется? Ну, если собак можно называть скотиной, иногда хочется их назвать. Волюч, вакансия свободна, можешь ехать делать. У меня такой вопрос. Дениса, никого не смущает, что у Дениса Паймы сзади? Я в Лагер от уехал. Давайте вспомним нашу историю и, может быть, даже с молодых начнем. Какой матч для вас самый-самый запоминающийся в казанском «Зенете»? Начнем с Лев Коннот. Ну, с моим участием, это… Лев Коннот в Минске, когда он вспомнил, скажем, да. Чайлут Кап. Чайлут. Двукратный победитель. Не, ну, у меня самый запоминающийся был в Лиге Чемпионов Финала Казани. Феерический. Когда мы выиграли. Вот. По мне, так это было. Ну, у меня самый запоминающийся. Игра, в которой ты играл, наверное. В которой я играл. Еще на таких сезон. Еще на таких сезон не было. В которой ты играл хорошо. В которой не только ты играл, а играл хорошо, да. Бучко, выйди из зума и зайди как надо. Самая памятная, наверное, игра с локомотивом в этом чемпионате. Потому что я, так как игрок, так скажем, новый. В финале шести лет? Да, в финале шести лет. Нет, когда мы к ним поехали в рамку чемпионата играть. Во, у меня есть. Это мой матч-фаворит прям. Это с Трефелем, с Гданском, когда мы боролись. Две игры по 3-2. Это в том году же было, да? Да. Две игры по 3-2. И домашний, особенно, матч, который там по 4 часа прыгали. Я помню вот это вот ощущение, когда я просто в 3 часа ночи очнулся. Я понял, что я еще даже не поужинал. Вот это был, конечно, такой очень крутой матч. Вот его. Это была такая фееричная игра. Тем более, я видел, вы там выложили, что она самая длинная была в истории клуба. Да, да, да. 3-33. Еще, конечно, можно вспомнить финал, казанский финал Лиги чемпионов. По накалу, наверное, такая была интересная для зрителей. Качели были туда-сюда. И непонятно было, кто выиграет. Я думаю, интересная игра была. Финал в Казани, наверное, безусловно, топ-1. По накалу, по количеству болельщиков, по организации. Это все отмечают. Я вот недавно с Цех общался. Они как раз смотрели, что у вас, извините, похвалю себя, топовая медиагруппа. То есть они круто снимают, крутые контенты, то есть мы смотрим, все круто. И они говорили, что вот для них этот был финал. Они как раз приезжали, там, ребята из Лондона, на всякий случай, там, из Европы. То есть они говорят, что это реально по организации, по атмосфере был топ-турнир. Ну, вы знаете, я сейчас припоминаю. Сезон 2006-2007. Это первый год в Казани. И вот эта финальная серия с командой «Динамо», где Владимир Маныч был главным тренером тогда. И вот как раз запоминающийся четвертый матч против «Динамо» в Казани мы играли. Проигрывали, по-моему, 0-2 или 2-1. И вот четвертый сет такой переломный был, где, в общем-то, или в пятом сете, вру. Это четвертый матч был такой. И, ну, пятый уже, по сути, был такой несложный уже в Москве. Психологически мы чуть-чуть уже посильнее были. Поэтому, ну, такой знаковый, я думаю, для Казани, для меня матч. К нам подключается Игорь Юрьевич Шулепов. Уже с нами как раз настроился. Юрьевич, привет! Добрый вечер! С праздничком! Привет! Юрьевич, здорово! Добрый вечер! Добрый вечер! Давайте пока скажу, что в этом сезоне у нас главные призы вашей любимой «Заномании» были не разыграны. И будет возможность их разыграть уже в конце, в начале следующего сезона. Так что продолжайте в нее играть, участвовать активно в жизни команды. И свои призы найдут своих обладателей. Ты, то есть, подожди, это сейчас была что, реклама или что это? Продукт-плейсмент, Артем. Ну, ты же знаешь, «Заномания» — это наш продукт, конечно. Здорово! Здрасте! Всем привет! Привет, привет, Варан! Меня слышно? Да! Нет, нет, нет! Давайте продолжим. Очень жалко, кстати, хотел, должен был быть сегодня с нами Владислав Бабичев. На улице, к сожалению, у него появились неотложные дела. Он, конечно же, с нами. Хотелось бы от каждого из вас посмотреть историю из раздевалки, которую, может быть, болельщики и все мы не слышали, но вы нам можете сказать, когда было что-то любопытное, да? Вольвик, жги! Все! Да что-то как-то не пропоминается ничего такого. Я, кстати, тоже могу про обочече такое рассказать. Артема в раздевалке не Артем зовут вообще. Это вообще не Артем. Да. И не Вольвик. Да, и не Вольвик. Это другой человек вообще. Интересно, конечно. У вас это момент появился, да? Что вы можете сейчас меня подколоть или что? Ну, так вчера и просто появились. А у меня что-то отвалилось тут. Интернет что-то. Плечо? Плечо давно отвалилось. Сейчас все придем в понедельник и посмотрим, кто как восстановился там. Кто сколько набрал? На весы вставали? Да нисколько. Да ладно. Дай бог килограмм. А вот тут сейчас нужно диктактор положить. Еще один вопрос. На ваш взгляд, какой Зенит самый сильный за все 20 лет существования? Питерский. 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 Это была пятая твоя шутка. Оскар, гоу-тю. Слышно? Привет, Леонид. Леонидович, привет. Привет, привет. Ну, что нового? Что расскажете? Что мне надо говорить? Игорь Юрьевич, самый запоминающийся матч для вас в составе Казанского Зенита? Да, все запоминающиеся были. Все самые интересные. Конечно, финальное все. Более запоминается, более эффектное, наверное. Ну, давайте, наверное, вопрос как раз более опытным. Игорь Юрьевич, чем вам больше всего запомнилось Казань? Игорь Юрьевич, по старшинству передаю себе слова. БТР помню. Помню БТР. Шампанское БТР запомнилось. Ну, если относительно как бы не с собой Казани. Что вы знаете, первое впечатление о городе, что на самом деле такой большой, какой-то некомпактный, неуютный. Это первое впечатление. Но спустя там буквально, не знаю, месяц, может, полтора, как бы я убедился в обратном. Что довольно-таки расстояния небольшие. И город на самом деле не такой большой, как он в первое время в начале кажется. Вот поэтому сколько? Четыре года я там провел. И на самом деле он развивался так замечательно. Устроились развязки, какие-то торговые центры. И город рос и на моих глазах в том числе. Поэтому замечательный город, комфортный даже для жизни, для людей. Поэтому респект этому городу. Ну, и всегда с удовольствием приезжаю в Казань. Замечательный город. Замечательный. Надо исправить. Саня, ты единственный новичок, да, без тюбитейки? Да, да. Ну, Федя, красава. А какие подарки еще у кого-то от палечников? Кто-то памятное что-то дарили же наверняка многим, там, Максу, Санне. У меня есть этот хэштег, делали вот наш фан-клуб «Первый темп». Это когда там в марте было, выборы президента были. И ребята сделали такую, как бы, ну, как сказать, дощечку, назовем ее дощечкой такой. Там с хэштегом «Вольвич2030». До сих пор есть. Ребята, ребят, надо сказать им огромное спасибо, да, они регулярно. После игры встречают, дарят сладости, цветы. Молодцы, конечно. Спасибо им большое. Им поддерживают нас. Еще раз хочется всех поздравить и сказать огромное спасибо каждому из вас, да, и всем вместе. Всем 138 волейболистам, которые в разных турнирах играли за «Казанский Зенит». Каждый вложил чуть больше, чуть меньше в завоевание этих 33 трофеев. Ну и вот от вас, от каждого услышать слова благодарности и пожелания клубу, болельщикам, игрокам, самим себе на ближайшие, ну, пусть будет еще 20 лет. Сейчас такое время, что, наверное, здоровье, прежде всего, беречь себя, своих близких и всем нам просто огромного здоровья. И чтобы все беды уже закончились, наконец-таки. И мы все спокойно вышли на улицу, без масок, без перчаток, без антисептиков, не знаю, без всего этого, чтобы вернулась жизнь в нормальную русскую. Вот, я хотел бы пожелать, наверное, клубу и всем нам, чтобы вот эта вся история и в экономическом плане не затронула силу, чтобы волейбол по-прежнему оставался зрелищным. И сейчас чемпионат стал таким очень конкурентоспособным. Вот, много команд борются за чемпионство, это невероятно интересно для болельщиков. Вот, ну и также пожелать болельщиков и самым преданным болельщикам. Тоже хочу отметить ребят из фан-клуба Первый Тен, которые приходят на матчи. Им всем, болельщикам, пожелать здоровья, чтобы приходили, болели, радовали, радовались. И мы их будем очень стараться тоже радовать игрой. Ну, хочется пожелать дальнейшего развития клуба, также выразить благодарность болельщикам за то, что все время поддерживают при взлетах и при падениях. А так, нам, как игрокам, дальше развиваться, совершенствоваться. И также, как Артем уже сказал, здоровья, чтобы никакие травмы, болезни, болячки обходили нас стороной, скажем так. Всех с праздником, с 20-летием. Дальнейшего успеха в клубу. Посмотрим, как в следующем году будет клуб биться до чемпионства. Но, тем не менее, как бы, все хорошего и болельщикам. Большая очень, смотрю, торсида болельческая, поэтому, как бы, и болельщикам продолжать болеть за свою команду. Надеюсь, что волейбол скоро вернется. Мин, наверное, не будет прежний, но, тем не менее, как бы, волейбол нас объединяет. Все болельщики, которые, в общем, болеют за эту команду, которые поддерживают, уже привыкли, что команда является на протяжении многих-многих лет одной из ведущих в мире. Вот. И это очень здорово, на самом деле, вот этот градус очень высокий заданной команды. И я бы вот пожелал, чтобы он, конечно, не опускался. Хочу пожелать хорошего сезона следующего. Дай бог ребятам, чтобы травм не было. Дай бог, чтобы вот эта зараза быстрее уже закончилась. Хорошего сезона. И всем нашим ребятам, кандидатам на следующий год провести этот сезон в клубе замечательный. На следующий год в попнуты репейские игры, поэтому... А с помощью болельщиков это будет сделать намного проще. Так что всем хорошего настроения, крепкого здоровья. Конечно, да, я присоединяюсь ко всем вышесказанным поздравлениям. Действительно, большая дата, большой юбилей. Но хочу сказать, что вроде юбилей большой, но за такую относительно небольшую историю клуб выиграл столько турниров. Выиграл практически все возможные турниры. И поэтому, наверное, это делает честь клубу, руководству, болельщикам, которые поддерживают. И хочу пожелать в первую очередь, чтобы этот энтузиазм не спадал. Вот, чтобы шли и шли новые победы. Желательно так же, как они шли и в прошлые годы. То есть много и почаще. Вот. И, конечно, хочу, да, отметить болельщиков клуба, которые всегда с клубом. Которых, в принципе, много у клуба по всему миру. Вот, благодаря как раз вам, медиа, стороне нашей ради... Ну, наверное, тоже очень важная часть всего этого. Потому что сейчас, на секундочку, наверное, Зенит один из самых популярных клубов в волейболе, которых больше всех подписчиков и в соцсетях. Вот. Поэтому всем огромное спасибо. И надеюсь, что традиция будет продолжаться. Потому что, как любит Романыш говорить, к сожалению, за прошлые, как говорится, награды себе медаль не повесит. Поэтому смотрим будущее с энтузиазмом. Еще раз огромное спасибо всем участникам, всем зрителям, всем игрокам Зенита. За ваш вклад, за ваши, наверное, самые главные эмоции, которые вы дарили, дарите и будете дарить. Спасибо огромное еще раз. Ну и, конечно же, самое главное, здоровья всем зрителям, игрокам и вашим родственникам в это самое непростое время. И я надеюсь, что все-таки мы с вами увидимся в следующий раз уже на волейбольных площадках. А там и привычная жизнь вернется. Поэтому еще раз всех с юбилеем, всех с праздником. Ура! И до скорых встреч! Праздника! Спасибо! Праздник! Спасибо, Даня! Всем счастливо! Пока-пока! Всем счастливо нам! Пока-пока! Девушка, а вас как зовут? Валя. А меня Федя. Лаин Дура! ООООООООООООООО!